Итак, в Министерстве энергетики допускают тот факт, что цены на топливо могут подняться после окончания срока действия установленных предельных цен. О том, как это может повлиять на нашу жизнь, поговорим с генеральным директором Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурланом Жумагуловым. Нурлан, добрый вечер. Добрый вечер. Как вы считаете, насколько могут подняться цены на бензин и газ? Во-первых, скажу, что цены на жиженый нефтяной газ поднимутся на 20%. Это в первую очередь связано с тем, что в свое время с 33 тысяч до 28 тысяч тенге были вынуждены снизить заводы и многие сейчас поставляют ниже через стоимость. В целях поддержки заводов-изгодовителей поднимают. Но в целом это оптовые цены. На розничные цены, на жиженый нефтяной газ максимум на 2-3 тенге всего лишь повысится. Если сейчас 50-50-70 тенге продается, то повышение всего лишь на пару тенге. Вице-министр энергетики назвал бензин марки А-95 бензином для богатых. Это оправдано? Ну, видите, основное население использует традиционный АИ-92. АИ-95 наши нефтеперерабатывающие заводы выпускают в малом количестве. И, в принципе, отчасти министр, он, наверное, так, что тебя сказал, что обычный народ не почувствует повышение цены на АИ-95. Спасибо вам. С нами на связи был директор союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Джумагулов.